всем привет привет мы вот снимаем новое видео вчера позвонили нам наши старые знакомые которые мы продали холодильник мы уже к ним ездили несколько раз сначала мы его чинили по гарантии а потом гарантия закончилась вот он опять сломался мы опять едем туда чинить будем снимать показывать что там происходит ситуация непонятная с холодильником почему потому что там трехкомнатная квартира живет три отдельных семьи никто не за что не отвечает никто ничего не знает что случилось никто не знает холодильником там пользуется каждый как считает нужным в общем сейчас будем ехать и смотреть что что на самом деле произошло вот эти люди которые нам позвонили они получается вообще уезжали на какое-то время их не было в квартире и неизвестно вообще кто там чем занимался как им пользовались не пользовались ну что там вообще происходило это вот один из таких минусов использования холодильника в общежитии так если надо сказать то это как общежитие у них такое мини общежитие и непонятно кто там чем занимается кто за что отвечает и к слову сказать в инструкциях к холодильнику там написано что холодильник бытовой не предназначен для использования в таких местах местах там общепита общежития там и тому прочее и тому подобное и такие холодильники с гарантией вообще снимаются иногда люди задают вопрос а почему это так стоит что вы там ничего толком не сделали а это стоит каких-то денег посмотрите сколько нам все хочет собрать чтобы просто съездить и посмотреть на непонятно что может там ничего и не случилось потому что это все собрали в прошлый раз когда мы приезжали ту у нас там нашелся тайный недоброжелатель нам начали подкладывать записки под дворники автомобиля что не ставьте здесь машину то наш двор в общем там писать какой-то бред мы как бы первый раз там мы посмеялись выбросили следующий раз нам уже подложили бумажку с угрозами что у нас тут отваливается плитка типа ну так такой намек типа что может отвалиться вам на вашу машину типа если вы по-хорошему не понимаете то самое в общем живет в доме какой-то там невменяемый который вот это ходит пишет на таких еще бумажках а4 формата какими-то маркерами рисует там в трех цветах сегодня мы постараемся вычислить этого тайного недоброжелателя алло доброе утро это серия насчет холодильника мы выезжаем вы на месте да все мы выезжаем скоро будет ну все все на месте все нас ждут будем ехать у нас сейчас 5 или 6 марта ступила наконец-то долгожданная весна потеплело вышло солнышко погода замечательная хочется хочется чем-то заниматься хочется построить дом хочется построить дом да все вокруг все оживилось все зашевелились в общем наконец-то солнышко вышло потому что так его долго не было где месяцы февральские конечно февраль и январь после нового года тяжелые эта женщина которая у нас купила холодильник попала в такую неприятную ситуацию она получается что там квартирант в этой квартире то есть она снимает квартиру один из квартира там в каждой комнате живет семья и владельцы квартиры как бы сбрасывают все вот эти организационные организационные моменты на своих квартирантах как бы предоставляют им возможность и она когда мы с ней общались в телефонном режиме я и конечно советовал я и говорил что вы понимаете что такое бушная вещь и холодильник тоже в том числе что она висит на волоске никто не знает когда сломается сколько она проработает я говорю что если вы приобретете если вы выберете какой-то холодильник приобретете то уже как бы некая ответственность ложится на вас вы потом будете виноваты если что в общем я ей советовал что не берите на себя такую ответственность пускай лучше владельцы квартиры сами покупают и причем пускай лучше покупают новый вот такой я ей дал совет но она не послушалась все таки приобрела этот холодильник и вот теперь как видите вышел холодильник этот со строя и как обычно она виновата к ней владельцы квартиры с претензиями поэтому я могу дать совет всем тем кто снимает квартиру никогда не вступайте вот в эти игры с бушной техникой всегда старайтесь чтобы квартира была уже комплектована тогда ответственность лежит на владельце квартиры он сам там организовывает вам если же вы сами начнете скупать эту бушную технику тогда могут быть у вас какие-то неудобства вот еще мы бы хотели сказать отдельное спасибо тем людям которые делают нам замечания дают какие-то советы туда полезные иногда не полезные ну в общем что мы тоже учимся в принципе и спасибо же комментируйте видео и даете дельный совет вот недавно нам один человек написал по поводу сколько было там в нашем видеоролике разговор шел о килограммах заморозки в сутки и там на дверце были нарисованы такие картинки с цифрами и вот в ролике прозвучало что это норма заморозки человек поправил что это норма заморозки а это время хранения месяца ну действительно так и есть в общем мы ему благодарны за это что он немножко помог научиться и вот стримы на переезде железнодорожном чуть застряли уже полчаса на настояние туда за смотрели ситуацию с пробками везде было аж бордового цвета и как бы приняли решение рвану через переезд там было зеленое все рвануть не получилось стоим ждем тоже получается время идет никто нам это время не оплачивает потом люди убежать холодильщики берут потому что холодильщика так пока доедет если уже дорвется за работу думаю тоже я сейчас посчитаю уже за все свои тяготы и лишения все стоят солнышко светит вот он этот переезд наконец-то мы до него добрались надеюсь что с этого захода успеем мы проехать со всех сторон машины едут все все щелень со всех хилей кто откуда может делаем ставки прорвемся ну вот заветный этот шлагбаум нужно проскочить все проехали наконец Наконец-то мы доехали, ехали где-то часа полтора или два, очень долго ехали. Все, сейчас берем все самое необходимое, будем ехать. Сейчас еще будем ждать тайного недоброжелателя, которым докладывают записки с урозами, будем вычислять с окна, смотреть, кто это такое может получиться, поймать за руку. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 опять холодильник меняет тоже вот смотрите такая история у нас классические истории вот эти со съемными квартирами с этим самым холодильник продали мы там была проблема с влагой мы как бы его период перезаправили и квартирантки это говорим что если будет снова вернется та же самая проблема значит сразу звоните нам мы недалеко там находимся еще раз подъедем еще раз отвакуумируем перезаправим если вдруг там 1 это перезаправка не помогла значит человек что сделал она видит что холодильник не работает она просто сделал вид что ее это не касается в общем холодильник стоял включенный двое суток я так понимаю что сейчас уже сгорел компрессор вот сейчас через двое суток она звонит что что-то с ним не то в общем человеку речью сразу не позвони начинают что у меня там свои дела у меня свои там эти сады делать вид что а приоритеты нас и приоритет что это я не касается хотя она сидит дома детьми целый день чем он там начинают мне двое детей в конце концов звонит двое детей звонок сделать может даже с двумя детьми с подружками нибудь целый день до трепается по телефону тут не может прям набрать два слова сказать в общем сейчас едем разбираться за этот компрессор если он сгорел в общем будут они его сами за свой счет останавливать вот такое в общем было видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока пока в общем собрали мы вещи уже уехали попрощались с подписчиками тут звонит человек это говорит что он выбило в него пробки автомат выбило видать замыкание автомат он пробовал включить не может включить у него такая версия что это из-за холодильника что что-то там это в общем поехали мы домой полпути и развернулись вот сейчас едем назад короче будем смотреть что же там случилось в общем идем отдали деньги тишу брать короче компрессор упали до сгорел этот компрессор тоже поставили на бэушный компрессор и тоже люди начали тяжело жить короче мы говорим ну ладно тогда бэушный компрессор поставим вот он сгорел буквально через полчаса работы может через час хотя мы его тоже купили за день проверяли просто на запуск короче попали на сегодня по полной программе едем короче домой